Вот приезжаешь и у собаки есть проблема какая-то в плане поведения и они думают, что кинолог сейчас вот так руками поводит над собакой и все изменится. За два-три занятия ОКД не выучите никогда в жизни, нет, не бывает такого. Но если вы найдете услугу дрессировка по фотографии и она реально работает, то можно ею воспользоваться. Я бы воспользовался. Здравствуйте, меня зовут Евгений, я инструктор по дрессировке, по обучению собак с 96 года. У собаки не заложено послушание на уровне, какое-то послушание в нее заложено, но кинолог нужен, чтобы направить это послушание в нужное русло скорее всего. Потому что, как правило, когда начинают заниматься собаками сами хозяева и потом обращаются к кинологам, у них не всегда все правильно получается. Вернее, даже всегда получается все неправильно, вот, если нет опыта работы с собаками. Кинолог поправляет и после работы с хозяинами, как правило, кинологу приходится корректировать и хозяина, и собаку. За два-три занятия ОКД не выучите никогда в жизни, нет, не бывает такого. Надо работать, сработать и работать с собакой. Самый мой случай был в моей практике, за шесть занятий мы сдали ОКД, норматив, но там хозяин много работал со своей собакой. Все, больше таких случаев у меня не было. Каждая собака индивидуальна, поэтому у всех по-разному. Кто-то за два-три месяца, кто-то за год, за полгода. У всех по-разному. Ну, многое зависит от того, как хозяин сам будет выполнять домашнее задание. Даже если вы собаку уже обучили до какого-то своего определенного момента, который вам нужен был, с ней все равно нужно подкреплять знания всю жизнь, так же, как и человек читает книги, подкрепляет свои знания, интересуется, посещает семинары в каком-то своем направлении по профессии. Ну, я не думаю, что собаки так думают. Может быть, кто-то и думает так, но если собака остается у себя дома, в доме, в котором она выросла, то я думаю, что она так не думает. Она просто не хочет разлучаться со своим хозяином и все. Так же, как и дети маленькие, когда родители уходят, хотят идти с мамой или с папой. Скорее всего, собаки точно так же. Офигительная услуга. Я бы воспользовался этой услугой, если бы это была реальная такая ситуация. Да. Ну, конечно, это невозможно. Ну, как бы по фотографии обучить собаку. Интересно было бы на это посмотреть. Ну, породы нет. Я бы не сказал, что есть умные породы, есть неумные породы. Я бы сказал, есть породы, которые легко обучаются, есть, которые обучаются тяжелее породы. Вообще, если вы любую собаку себе заведете, любой породы, и не будете с ней заниматься, она, естественно, не будет развиваться, она будет тупой. Вот как есть племена в Южной Африке, которые с копьями до сих пор бегают. Так же, собаки, которые развиваются, они и живут в своем режиме. Собака, которая развивается, они даже, их уже к году видно, что они мозгами отличаются. И у них очень хорошая связь с хозяином. Любой, надо заниматься, тогда ваша собака будет умной. Вот и все. Ну, вообще, конечно, собакой нужно заниматься. Я уже говорил об этом. Вот, чтобы собака развивалась, и вам самим будет легко жить со своей собакой. Но если вы найдете услугу, дрессировка по фотографии, и она реально работает, то можно ею воспользоваться. Я бы воспользовался. Да, многие думают, что кинолог Алан Чумак. Реально, вот приезжаешь, и у собаки есть проблема какая-то в плане поведения. И они думают, что кинолог сейчас вот так руками поводит над собакой, и все изменится. Три-четыре года собаку портили. Собака жила, как вот это дерево, не развивалась нифига. Потом начала косячить, да. Ну, дерется, жрет, поднимает, не слушает, не подходит. И когда они вызывают кинолога, и они думают, кинолог сейчас ей что-то шепнет на ухо, поводит вот так руками над головой, и собака изменится в плане поведения. Они не понимают, что здесь нужно работать, работать и работать. Тем более, чем самому хозяину.